Здравствуйте друзья, здравствуйте ребята и девчата. С вами Феликс. И вот сегодня после долгого молчания решил записать ролик и пришел не с пустыми руками. О чем пойдет речь? Многие из вас знают про этот блог и в нем с сегодняшнего дня, точнее со вчерашнего, с сегодняшнего дня появилась новая страничка. Новая страничка, которая называется фри лист. После того как сниму видео, вот под этими словами будет ссылка и на этот ролик, в котором будет объяснено нехитрое значение вот этого фри листа. В принципе здесь написано, почему я решил это сделать. Потому что, во-первых, многие, очень много приходит сообщений, что трудно находить товары с приемлемой маржой. И кроме тех известных сайтов eBay, Walmart, Wayfair, Overstock и другие, какие сайты еще можно использовать для работы? Ну, китайские я в принципе не рассматриваю, а вот американские давайте уже рассматривать вместе. В чем суть данного листа? Да, вот с этой вкладочки. Переходим вот сюда. Каждый рабочий день будет выкладываться вот несколько вот таких вот пар. Это ссылка на сайт Амазона, точнее на листинг Амазона, а это ссылочка на какой-нибудь американский ресурс, где можно этот товар попытаться купить. Почему я употребляю вот это слово попытаться? Потому что если вот, давайте перейдем, будет видно, во-первых, как это все работает. Вот это вот кружка такая. Вот она у нас на Амазоне. И вот рядом еще одна ссылочка, которая приведет нас на другой сайт, где можно купить эту кружку с профитом. Сайты в основном, как сказать, ну не опробованы, потому что для того, чтобы все это опробовать, во-первых, во-первых, нужно время. Нужно выставить этот листинг, вот допустим вот здесь, выставить эту кружку за почти там, ну 21 доллар. Вот он стоит на Амазоне, это кружка. 21 доллар здесь, 12.99 здесь, на этом вот сайте. Теперь, для того, чтобы испытать этот сайт, по отзывам он нормальный, по отзывам. Но как это будет работать у нас через территорию СНГ, сказать трудно. Можно об этом говорить только тогда, когда у нас здесь купят вот этот товар, и мы с дропшипом его вот с этого ресурса. Только в этом случае мы сможем в дальнейшем пользоваться услугами вот этого сайта. Но в любом случае, допустим, можно будет попытаться вот этот же товар найти на ebay. Может оно там и есть, по приемлемой цене, или на каком-нибудь другом ресурсе, который, о котором мы знаем. Ну, на ebay, как видим, эта кружка вообще стоит где-то 34 доллара. То есть, те ребята и девчата, которые торгуют и на ebay, могут попытать счастье и здесь, и здесь. И на ebay, и на Амазоне. И испытать вот этот вот сайт. Думаю, все понятно и просто. Следующая пара. Таких пар может быть в день 3, 4, 5. Где-то в этом разрезе, в этом плане, потому что, ну, я тоже там в процессе своих поисков сталкиваюсь со всякими интересными предложениями и вилками, так называемыми. Хочу сказать, что вот эти вот сайты, которые я вам буду предлагать, в основном 90% они через Google продукты, через Google Shopping не выводятся. Этих сайтов там нету. Вот это какой-то прибор, кухонный, насколько я понял. Здесь по 14 почти долларов. Здесь по 23 и то при определенном количестве. То есть, когда на 50 долларов. Ну, вот здесь видим, есть предложение и за 21.80, то есть, ну, где-то 22 доллара. Здесь 14 долларов. И вот таким вот образом будет каждый рабочий день выкладываться несколько вот таких вот вилочек. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.